Организация экономики в анархистском обществе или на стадии революционного перехода к анархии. Существенная либертарианская социальная революция. Организация экономики, основанная на либертарианском происхождении, ориентации и цели, а также ее развитии и развертывания, делают радикальное изменение капиталистической государственной системы необходимым. Это изменение неизбежно подразумевает упразднение и преодоление обоих закладку фундаментальных основ новой экономики и анархического общества или демократического социализма, идущего к нему. Ни анархистское, ни даже либертарианское коммунистическое общество не сможет быть реализовано искусством чародейства ни за день, ни синхронно на мировом уровне, в данной фазе универсальной истории человечества. Социальная революция не будет происходить одновременно в каждой стране мира одновременно. Она также не может быть единообразной, основанной на одном типе или модели, с учетом географических, климатических, этнических, демографических условий, промышленного развития, природных богатств, наличия или отсутствия сырья, возможностей ведения сельского хозяйства, условий окружающей среды, менталитет, культура и будут влиять на его конструктивные варианты, даже под определяющим влиянием сока и либертарианской ориентации, в результате чего, в соответствии с его плотностью и указанными конкретными характеристиками, они проявляются не только универсально, но и в каждой стране системы и ее новые структуры имеют многогранные, множественные и плюралистические профили-аспекты, в поисках непрерывного улучшения и гармоничного баланса. Но основные характеристики анархистского или анархистского общества, а также практически эффективные средства и процедуры для его достижения должны быть продемонстрированы с сильными и ясными указаниями, чтобы овладеть реальностью и открыть в ней глубокую борозду с целью плодотворного возникновения бесплатно завтра, начиная с сегодняшнего дня. Целью новой либертарианской экономики и анархического общества должна быть свобода и благополучие каждого человека, составляющего ее в среде социального равенства и человеческой солидарности. Для достижения этой цели необходимо исчезновение государства при всех его формах диктатуры, даже если оно называется переходным, из всех авторитарных институтов капитализма, частной собственности, обо всех формах и процедурах эксплуатации и угнетения человека человеком, социальными классами, званиями, иерархиями и привилегиями, сотрудника. Хотя социальная революция в стране, к сожалению, на ранних стадиях не может выйти за рамки определенных определенных условий, которые неизбежно повлияют на характеристики самой страны и средства, которые у нее есть в момент, когда она вспыхивает или происходит, по крайней мере, в экономическом порядке, поскольку рассматриваемая в глобальном масштабе экономика не создается или не развивается в одно мгновение, с первого момента, что накладывает отпечаток на ее плодородный след и ее твердо определенную волю к достижению со стороны анархистов, озабоченность должна заключаться в следующем воплотить в реальность максимальную предметность, достижение либертарианской развития. И девиз должен быть «Свобода, хлеб, одежда, жилье, культура и отдых для всех. От каждого по средствам, каждому по потребностям». Необходимо будет разрушить и смести все внутренние препятствия, пережитки прошлого авторитаризма и эксплуатации, которые препятствуют свободной организации нового общества. И невозможно будет много рассчитывать на мировую революционную солидарность, поддерживающую социальную революцию в стране, особенно если она будет представлена с определенной преобладающей анархистской типологией. Вся помощь со стороны доминирующих на международном уровне блоков будет направлена на сатилизацию. И нужно также сказать, что в любом глубоком революционном изменении есть период экономического застоа, экспериментальных испытаний, адаптации наиболее подходящих структур к преследуемым целям и задачам, что подвергает испытанию революционной и преобразующей течении его ценности и возможности для благоустройства и строительства. Обеспечить существование и свободное функционирование компании. С первого момента необходимо обеспечить производство, снабжение, повышение производительности, производительности, не эксплуатируя производительный рабочий класс, не истощая его, не заключая в тюрьму отчуждающими стандартами труда. Немедленная победа социальной революции и ее консолидация, а также будущие фазы ее прогрессивного развития будут в значительной степени зависеть от социальной, экономической, культурной и идеологической подготовки рабочих, от того, что мы могли бы назвать специфическими революционными и либертарианскими способностями, индивидуальными и глобальными считается. Существенным фактором нового порядка должна быть свободная самосознательная личность. Никакой экономики, уже отбрасывая все, что можно, предположим, что капиталистическая и государственная системы едины с анархизмом. Наша цель – жить в условиях свободы и делать все возможное, чтобы каждый мог наслаждаться ею и наслаждаться, на равных условиях, тем, сколько земля, природа и усилия людей солидарности могут дать каждому безразличия. Широкое признание социального анархизма. По тем же причинам наша концепция интегрального социализма, демократического социализма является широкой и не исчерпывающей, ни односторонней, ни единообразной по своим возможностям и модальностям практического применения. Другие формы социальной организации, будь то взаимно, коллективистско, кооперативно и д, при условии, что из них исключены все корни эксплуатации. Свобода экспериментирования с экономическими модальностями, наиболее справедливыми и адекватными для удовлетворения человеческих потребностей и обеспечения людей максимальной свободы и величайшего благополучия, должна иметь открытый путь в анархистском обществе, пытаясь, естественно, заставить их идти общий договор с сосуществованием целого и общей системы, основанной на федеративном объединении свободных производителей и солидарных потребителей. Свобода экспериментов. Эксперименты и сосуществование модальности социализирующего типа – мутуалистов, анархисты, рудон, анархических коллективистов, анархисты, бакунинер, мелла, либертарианского коммунизма или анархического коммунизма, анархисты, кропотин молотеста, кооперативистов, некоммерциализированных, и д в локальном, окружном, региональном или национальном масштабе в рамках либертарианской системы может оказаться возможным отстаивать по существу антиавторитет. анархический принцип, фундаментально автономный и федералистский. И особенно если это понимать, как логически либертарианское, что человеческая эволюция и эволюция социальных форм не застываются и что никакая экономическая структура не может считаться окончательной и неизменной. Всегда создавать больше свободы, большего благополучия, большего изобилия всего, большего совершенства и наиболее оптимальных условий для полного развития личности, социальной группы, человеческой группы, таковы должны быть ориентация и цель анархистского общества, либертарианская социальная и экономическая организация. Либертарианские социально-экономические очерки. Экономика не может развиваться без социальной базы. А там, где существует человек или группа, общество возникает из того же сосуществования. Потребности представлены с их неоспоримыми требованиями даже в том же простом и естественном биологическом порядке, проявляясь в общем плане, выходя за пределы коллективного набора, заставляют людей видеть себя в долге поиска порядка или регулирующего принципа, чтобы выполнять по крайней мере, совместимый с самим человеческим сосуществованием, независимо от того, основан ли он на добровольно принятом и сознательно принятом соглашении или добровольно применяемом договоре. В анархической концепции, по крайней мере, в той, которая допускает организационную основу в виде свободного пакта, либертарианский коммунизм, это система или структурный механизм, который делает формирование и развитие общества более жизнеспособным, основанный на критических постулатах, интерпретируемых с ясным реализмом, без мистификации значения и содержания тех основ нового общества, свободная коммуна. Краеугольный камень или живая ячейка новой либертарианской социальной организации для нас, помимо человека, группы, коллектива, союза, является свободная коммуна. Свободная коммуна, состоящая из всех без исключения граждан, может выполнять функцию общей социальной координации в чисто административном аспекте, не власти или политического института, а социального обслуживания на местном территориальном уровне. Их функции должны соответствовать тем резолюциям и решениям, которые сами общинные свободные собрания приняли на основе взаимного консенсуса. Из общинной организации должен быть изгнан весь авторитризм и всякая бюрократия. Окружные, региональные и национальные федерации свободных коммун могут быть учреждены на общем уровне страны или определенной географической этнической зоны и объединяться в международную конфедерацию. Коммуна не должна концентрировать в себе политическую власть меньше военной мощи, которая тоже должна исчезнуть вовсе. Даже революционная власть. Вся политическая власть должна быть упразднена, и никто не должен ее использовать. В коммуне не должно быть экономического проприетаризма, который делает ее географическим и историческим термином закрытый заповедник или вочину. Каждая коммуна должна быть открыта для солидарности, практиковать ее и получать ее, исходя из принципа, что все природное, созданное или созданное богатство, все продукты, инструменты или материальное благо являются общим наследием и остаются в распоряжении всех, а ее узу фрукт регулируется согласно коллективным правилам, установленным свободно и добровольно. О революционном союзе и его функциях. Организмом, который может наилучшим образом обеспечить организацию труда и ее функции в социалистическом-социалистическом обществе, является революционный синдикалистский профсоюз, состоящий из свободных рабочих промышленности, полей, шахт, лабораторий и центров исследования и поиск по техническим специальностям. Профсоюзы, сгруппированные по отраслям и отраслям, в местные, окружные, региональные, национальные и международные федерации и непосредственно управляя под их ответственным контролем фабрики и мастерские, поля, шахты, пристани для яхт, научно-технические институты, они являются органами, способными обеспечивать производство всех предметов и вещей, необходимых для общества его компонентов, в соответствии с потребностями, что они дают о себе знать и представляют себя, преследуют цель создания изобилия с вкладом каждого из них в общие усилия, в соответствии со своими силами и способностями и без эксплуатации кого-либо или каких-либо привилегий. Все материальные, экономические и технические ресурсы, промышленные товары, продукты сельского хозяйства, животноводства, рыболовство и д. должны быть рассмотрены и для общего пользования через соответствующие и наиболее подходящие агентства для распространения, обмена и наиболее справедливое распределение. Федерации союзов могут быть образованы по категориям производств, будь то промышленные, крестьянские льды, или общественные услуги, почтовые услуги, связь, транспорт и социальная революция с исчезновением буржуазии, капиталистических и авторитарных структур должна будет установить новый экономический порядок, который обязательно будет предполагать другие формы работы, производственные перестройки, профессиональные преобразования, различные производственные специальности. Непрофессиональные союзы, неотраслевые профсоюзы не имеют политической власти или собственности на предприятия, машины или промышленные товары. Нельзя допустить, чтобы корпоративистский проприетризм пустил корни в анархистском обществе. Самоуправление должно основываться на обеспечении наилучшей и наиболее рациональной организации труда и производственной функции, контролируемой высоким чувством сознательной и добровольной индивидуальной и профессиональной ответственности. Комитеты или комиссии по самоуправлению завода, компании, мастерской или производственного сообщества будут назначаться непосредственно персоналом, работающим в них, подлежат периодическому обновлению и могут быть отменены. Бюрократию нужно изгнать из комитетов и повсюду. Один и тот же технический или специализированный персонал ни при каких обстоятельствах не должен получать командный статус. Мы выступаем против признания принципа всякой власти профсоюзов, например, предоставления ему руководящих полномочий любому техническому или специализированному лицу, ответственному за работу, которое должно рассматривать других работников на равной основе моральной и действенной, производителя, сотрудничающей в работе одной компании на службе общего блага, распространения и потребления. Целью общественной организации, которую мы защищаем и отстаиваем, не должно быть производственной или коммерческой выгоды или прибыли, управляемой или монополизированной какой-либо группой, кланом, субъектом или органом, но общее благо в рамках федерации или ассоциации коммун бесплатно и солидарно. С другой стороны, мы понимаем, что экономические формы и механизмы анархического общества не должны быть заключены в жесткую броню, в монолитный режим и неподвижной структуры. Уважая фундаментальный принцип неприменения эксплуатации, общности богатства, товаров, земли, машин и продуктов, все должно быть доступно для индивидуального и общего потребления и использования. И поэтому свобода, хлеб, культура и независимость в рамках союза и солидарности будут лучше гарантированы и гарантированы для всех. Общее скоординированное и розничное распределение сельскохозяйственной и промышленной продукции может быть обеспечено ассоциациями потребителей или федерациями на основе складов снабжения оптовых поставок, где производственные союзы и сообщества могут поставлять и депонировать продукцию, и через потребительские кооперативы и магазины или центры, имеющие право на розничную торговлю, без всякой коммерциализации. Организмы революции, коллективы, производственные коллективы и даже смешанные производственно-потребительские группы, особенно в сельском хозяйстве, сельской местности и крестьянской среде, также могут быть важным фактором между подходящими и эффективными средствами расселения и развития новой экономики в качестве жизненно важных организмов, действуя по принципу свободного сотрудничества в новой экономике солидарности, без коммерциализма и совпадения. В качестве практического и эффективного выражения живого коллективистско-коммунистического, анархистского, осознание коллективизма либертарианского типа может быть предложено во время испанской революции, в данной ситуации трансцендентального исторического реализма, проявляя себя как эффективные организмы, обеспечивающие экономическое развитие народа. Прежде всего, работая совместно с профсоюзами и другими общинными организациями, дополняя друг друга и уделяя внимание каждой из них в определенной сфере соответствующей характеристике, экономическим и социальным потребностям и функциям, присущим обществу или сообществу. Социально-экономические советы. Среди дополнительных организаций полезности, в виде советов, информации и статистики, технического руководства, поиска более совершенных организационных форм, местной и общей координации, практических уроков, извлеченных из того же разнообразного опыта по сравнению с производством и потреблением, эксплуатацией и изучением возможностей экономического развития и эксплуатацией нового богатства совместно, могут быть местные, окружные и региональные экономические советы, ведущие к Генеральному совету Федеративной Национальной Экономики. Эти совнархозы должны иметь не исполнительную власть, а просто консультативно-консультативную миссию. Они могут быть сформированы делегатами, назначаемыми коммуной, союзами, коллективами, кооперативами и центрами потребления, техническими и культурными организациями. Целью общественной организации, которую мы защищаем и отстаиваем, не должно быть промышленной или коммерческой прибыли или прибыли, управляемой или монополизированной какой-либо группой, кланом, субъектом или органом, но общее благо. Члены этих советов, которые можно было бы даже назвать социальными и экономическими советами, будут назначаться соответствующими органами и делегироваться им на возобновляемой и отзывной временной основе. Принимая во внимание основные материальные, производственные, связанные, культурные и художественные потребности, среди социальных и экономических советов, которые могут быть сформированы, есть советы по продовольствию, жилью, одежде, сельскому хозяйству и животноводству и лесной хозяйства, горнодобывающая промышленность, рыболовство, транспорт, связь, графика, прессы и книги, металлургическая и сталелитейная промышленность, водоснабжение, электричество и движущая сила, химическая промышленность, отрасль стекла и керамики, деревообработка, строительство, здравоохранение, культура, искусство и отдых, наука, исследование и техника, склады, кредиты и обмены, международные отношения, импорт и экспорт, которые через их местные общины, профсоюзы, коллективы, кооперативы и ветви автономных групп, без какого-либо централизма, снизу и вверх, будут переплетены друг с другом. Общий совет по координации и солидарности автономных образований и органов без исполнительной власти. Названия различных советов, которые мы перечисляем, могут отличаться от тех, которые мы даем, связи имеют более или менее широкий диапазон, разграничения по специальностям или отраслям более разнообразны или синтетичны, чем указаны. И они всегда будут приниматься совместно, заинтересованными сторонами напрямую, без навязывания. Общее соображение. Рисуя или набрасывая эти модальности или формулы, мы делаем это, стремясь избежать авторитарного влияния воспоминаний, централизации, поглощения и монополизации тенденций в либертарианском, анархистском или коммунистическом обществе и желанием дать свободу, автономию, живое, структурное, функциональное, практическое содержание и стимулятор большего прогресса и совершенствования восхождения. Мы основываем трансформирующую творческую социальную динамическую энергию в мужчине и женщине, естественно, в их собственном осознании, как целостное несуществе в себе, индивидуальное как автономная единица, добровольно связанная с сообществом в целом. Если на стадиях трансформации и в направлении полной реализации коммунизма, в то время как промышленное и сельскохозяйственное развитие не достигло достаточной степени по разным причинам, чтобы создать изобилие и свободное индивидуальное приобретение без накопления или злоупотребления всеми видами продуктов, считается, что упорядочение распределения и потребления в рамках системы прикладной социализации, коллективизма или зарождающегося коммунизма не было существенным, оно должно быть наиболее рациональным и справедливым. Мы придерживаемся того же мнения, если рассматривать удобство или полезность системы вознаграждения для обеспечения возможностей закупок. Мы против него, потому что опасаемся, что вознаграждение, если оно не будет равным и даже в этом случае, фатально приведет к несправедливости, вызовет эгоизм и злобу и в конечном итоге возродит неравенство. По нашему мнению, существование денег, которое уже вызывает большие споры в либертарианской социологии, тоже нецелесообразно. И если денежный знак установлен на основе облигаций или ваучеров, он не должен быть централизован в органе банковского типа, а скорее, когда эти ваучеры или валютные облигации выпускаются общинами, внутри и в целом, они должны все они обладают покупательной и взаимозаменяемой ценностью. Накопление ценности денежного знака в виде видов или продуктов, накопление любого характера со стороны коммуны, могущественного, более важного или более процветающего сообщества или компании, более развитого региона. Точно так же, как нужно избегать централизации монополий и бороться с ними. Если необходимо разработать общий экономический план, необходимо будет гарантировать, что участвующие стороны или подразделения или чья помощь ресурсы требуются или могут быть затронуты, не были принесены в жертву и приняли его раньше, потому что, если общая воля будет навязана и проявлена при всемогуществе действенной и неоспоримой силы возникнет опасность угнетения или несправедливости, и восстание возникнет как неизбежная защитная реакция. Общество должно быть подобно живому организму, в котором все клетки или их группы, все органы выполняют свою функцию, обеспечивая жизнь и здоровье, с той разницей, что в этом социальном организме людей проявляется автономно, внося свой вклад в индивидуальность, чтобы обогатить и оживить его, а также своим разумом, разумом и знаниями, чтобы дать ему сознание, гуманизм, гармоничное развитие, творческий и восходящий импульс. Целью общественной организации, которую мы защищаем и отстаиваем, не должно быть промышленной или коммерческой прибыли или прибыли, управляемой или монополизированной какой-либо группой, кланом, субъектом или органом, но общее благо. Мы далеки от претензий, которые были бы бесполезны, определять в неизменных руководящих принципах, даже не в общих чертах и тем более в мельчайших деталях, социальные, этические и экономические основы анархизма. Мы не используем политическое слово по той же причине, из-за той же путаницы, которому она поддается, как поддается сама демократия. Об эволюции истории мы знаем, что это далеко не непрерывная восходящая линия, а скорее волнообразный след и полон противоречий, и именно через них возникают новые социальные и экономические формы, а также развитие сознания. Самого сознания человеческая этика преодолевается и уступает место новым формам. Структурам и осознанию человеческой этики преодолевается и уступает место новым формам. Структурам и концепциям, которые также имеют эфемерные существования. В постоянном обновлении социальной жизни и ее формы, постоянная творческая динамика нового, запечатлевшая его модуляцию и свой отпечаток на реалиях каждого времени, в каждом городе и в мире. Именно диалектика жизни создает те микробы, которые дают импульс прогрессу, проходя через мозг, сознание и волю каждого человека и формируют новые эфемерные реальности в формах. Сознавая это, как анархисты, борющиеся за всех дерзких прогрессивных реализаторов, сохраняя революционный дух живым и активным, мы не ставим препятствия или ограничениям на построение свободного завтрашнего дня в непрерывном процессе развития и ограничиваемся этими заметками по теме лоорганизации экономики в анархистском обществе или на этапе революционного перехода к анархии, без каких-либо исчерпывающих требований в качестве вклада в общую мысль и содержание вклада в либертарианскую доктрину, без каких-либо претензий на оригинальность.